что я уже до этого сказал и какой бы ответ на этот поставленный вопрос не был бы найден во первых пока это не подтвердится или не опровергнется это будет неправда это будет теория но даже если оно подтвердится или опровергнется все равно остается процент какой бы он ни был но остается процент вероятности наоборот поэтому как бы ты не крутился как бы ты не вертелся в какую бы ты религию не совался как бы ты это не называла есть только один универсальный ответ что это все это все что это все это все это я это ты это все поэтому вы можете спорить биться в стены кидать перетаскивать квадратное окатить переносить круглое короче делайте что хотели не крутили эту пуклость и выпуклость она все равно будет всегда одним и тем же она выворачивается всегда само на себя если ты пойдешь вниз самое маленькое то ты увидишь что там ничего нет там просто пустота а если начнешь вверх подниматься ты тоже увидишь куски материи сбиты плотно гравитации сжата все в определенном месте приобретает определенную форму и она не рассыпается а держится воедино всеми этими шариками склеенными пустотой в космосе и где угодно то есть какой вы до какого бы масштаба вы не поднимались до какого бы уровня своего расширения вы не достигли горизонт этот который вселенная несет он всегда будет расширяться и дальше он только с ускорением но те ученые которые примитивным способом это доказали но они это доказали собрав свет с определенных звезд взяв их за ориентиры и они увидели что эти кусочки все равно раз разлетаются дальше и все это произошло из одной точки если отмотать это все назад то получается она как бы вдаль уходит до точки то размера . это не . на самом деле и все находится они назвали эту точку . сингулярность где все находится поэтому мы до сих пор в этой сингулярность назовем ее большой взрыв пускай большой разрыв большое приближение почему я не могу назвать большое приближение большое приближение Сейчас Вселенная приблизилась до уровня меня, вас в этой камере. Вот и всего-то. Просто происходит это событие. И так как я являюсь общностью всех понятий одновременно, нам не сконцентрированных, то я делаю свою интегральную теорию всего. Интегральная теория Горового Алексея. Потому что интегральная теория всего от Атон, она более научная, но она подтверждает, что все здесь это ничего. Все здесь это несуществующее, все здесь нереальное, мираж, сон.